здравствуйте дорогие подписчики канала dv комедия сегодня в студии мы встречаемся с путешественником и членом русского географического общества максимом харченко мы уже встречались с ним в этой студии и как и тогда сегодня у нас речь пойдет об экспедиции по следам адмирала невельского на этот раз максим отправился со своим саббордом залив до кастре чтобы найти там артефакты времен крымской войны максим здравствуйте здравствуйте на этот раз у вас экспедиция была скорее не преодоления про конкретную какую-то цель до глава 30 книги геннадий ивановича невельского подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке россии повествует о событиях которые развивались на дальнем востоке во время крымской войны середины 19 века и очень интересные события развивались непосредственно заливе декастрии когда в 1855 году англо-французская эскадра отправила свой отряд из трех фрегатов а в залив декастрии чтобы выяснить где наша камчатская эскадра которая убежала от них с камчатки вот и как раз заливе декастрии и развивались полноценные на боевые действия с высадками десантов с бомбардировками вот и и отправился залив декастрии чтобы найти ядра пушечные ядра можно сказать что это свидетельство героической обороны александровского поста заливе декастрии вот за этим я туда и отправился глава поселка декастрии сергей валентинович гергиевский который помогает поддерживает мои экспедиции а он на свою очередь рассказал тоже свое время 10-15 лет назад будучи во время сильного отлива на острове базальтовый заливе декастрии он нашел пушечное ядро и поэтому я сразу же также отправился на остров базальтовый который находится на расстоянии от берега 1600 метров и во время сильного отлива которые были там начале октября я решил его внимательно осмотреть на предмет действительно может быть и мне повезет может быть я найду настоящее пушечное ядро крымской войны и вы знаете как будто меня кто-то за руку вел я только высадился на соборде только достал камеру начал рассказывать аудитории показывать остров базальтовый и говорит то что сейчас я здесь буду искать ядра но вероятность очень-очень маленькая столько лет прошло и вот буквально выключаю камеру делаю несколько шагов и стою и не верю да как так это не может быть чтобы так сразу вот как будто кто-то вот за руку подвел ну еще непонятно ядро это или нет просто камни 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 они лежат на твердом основании из глины с илом и песком и тут вот что-то такое вот слегка округлое торчит из этого всего одно и видно что металлическое сразу подумали что это ядро да я нет я не подумал да не может быть чтобы я только высадился и сразу нашел ядро такое не бывает 200 лет прошло со времен крымской войны и так чтобы вот она и лежала меня ждала ну да я пришел время сильного отлива но все равно то я начал прям не жалею вот пальцев начал копать этот ил глиной ничего не откапывалась ничего не поддавалась ну-то за был такой что-то я вот разгребал 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 потом нашел отломал палочку вот палкой давают разгребать и я уже наполовину практически откопал но с места не двигается то есть настолько снизу ядро чугунные прикипела прямо к кулу к глине что вообще с места не сдвинешь и только пока я как архимед не соорудил систему рычагов и вот так вот со всей силой не даванул только после этого я ядро вот прям сорвался с его основания ну понятно то что она массивная то что она тяжелая вот я вот его сорвал так поднимаю до кругленькая да 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 наверное действительно это ядро потом оказалось то что на весе 24 килограмма вроде бы вес небольшой но вот круглый предмет руками вот брать очень тяжело тем более когда хочешь не прижимать его к себе чтобы вот и не запачкаться потому что но и вот его возьмешь ядро все руки уже грязные такие вот как будто ты в угле вот такой уголь в руках подержал вот но все равно я взял вот она история вот она живая история вот она живая история вот тот мостик к тем событиям которые происходило здесь вот в 1855 году тот самый мостик который напоминает нам о тех героических событиях которые происходили за левида кастре почему я говорю именно героических но вот представьте то что вы обороняете пост наш русский пост александровский основанный невельским обороняете его и вас всего лишь 70 70 казаков и вы видите на горизонте показывается вражеские фрегаты огромную такие мачты с огромными парусами борта чинились пушками 40 пушечные фрегаты то есть один залп и вас сразу с одного фрегата летят 20 таких вот ядер со скоростью 300 метров в секунду с и невероятным вот этим свистом с ревом страшно страшно конечно вот но наши 70 казаков они не дрогнули они подождали когда спущены с этих трех французских фрегатов десант на шлюбочках приблизиться к нам на расстояние выстрела метров на 200 и дали залп вот этого хватило чтобы английский знаменитый десант краснокительный вот быстренько прыгнули обратно на свои шлюпки и быстрее быстрее к своим фрегатам под защиту и после этого они больше уже попыток не предпринимали а только как пишет геннадий иванович невельской в своей книге в течение всего октября с 9 утра до часу дня это же пунктуально это же англичане вот пунктуально с 9 до 13 часов дня они обстреливали наш александровский пост обстреливали мощно обильно вот но как геннадий иванович пишет то что практически никаких убытков и урону не нанесли только деревьев и кустов повалили много но это тоже хорошо нашим казакам на дрова вот и по сей день местные жители находят свидетельства вот этих вот бомбардировок находят пушечные ядра то в одной бухте то на одном острове то есть это не было и такой большой неожиданностью найти ядро на самом деле там наверное жители декастрии находили и до вас их весь интерес был могу ли найти я вот так вот просто высадится и найти то есть у меня нету много времени чтобы там досконально идти и самое интересное то что я хотел найти без металлоискателя вот в живую как в 19 веке вот выйти на берег и найти удивительно что она все еще на поверхности они где-то глубоко глубоко под его дать возможно если там высадится с металлоискателем там будет все пищать тут прям потому что в одной из книг описывающих также события крымской войны заливе де кастре самый хитрый английский пароход англичане же не хитрые вот он когда застал нашу камчатскую эскадру в заливе де кастре он зашел в бухточку но не пошел с открытой грудью на пролом на штурм нет он спрятался за один из островов за остров базальтовый выйдет залп даст посмотрит куда ядро летит долетая до наших кораблей не долетает и быстренько спрячется пушечку под наведет опять выйдет залп даст но может тоже не простые он только показывается мы со своих фрегатов залп и он опять прячется опять выходит на стрелять и мы в него вот такая вот дуэль у нас была там вот он посмотрел что в принципе да не достреливает его а я до наших позиций до нашей девы стояли сюда и вот он ушел вот такие перестрелочки там были да то есть цель этой экспедиции была это как раз вот привлечь широкое внимание общественности к тому факту что хабаровскому краю тоже есть чем гордиться ну вот кстати да для меня например как для обывателя со средними сведениями об истории вообще тем более об военной истории кажется что крымская война это где-то ясное дело на черноморском побережье вот вот ну единственное что может быть я что-то слышала об обороне петропавловска да если мы забьем в поисковике в google крымская война 19 века на дальнем востоке то основном все все ссылки нас приведут к обороне петропавловска и это действительно справедливо там действительно был проявлен наш русский героизм это заслуженно да но хабаровскому краю тоже есть чем гордиться все-таки отбить полноценную высадку десанта с трех мощнейших вооруженных до зубов пушками фрегатов всего лишь численностью маленького гарнизона в 70 человек всего лишь с ружьями которые стреляют на 200 метров и всего лишь двумя маленькими горными небольшими орудиями пушками но это факт который четко говорит о героизме которые проявили наши казаки вот возможно со временем в декастре будет и поставлены памятник их подвигу то что мы отстояли наш александровский пост и все французам он не достался и англичанам он не достался еще интересный момент но даже слушайтесь от слова объединенная англо-французская эскадра вы понимаете насколько нас нужно было бояться чтобы злейшие исторические враги англии франция против нас объединились и вы представляете как нас нужно было бояться да ну кстати несмотря на то что крымская война для нас вышла боком да все таки тихий океан тихоокеанское побережье мы в принципе не потерялись скажем так благодаря вот в том числе вы знаете что интересное у англо-французской эскадры был шанс закрепиться на нашем берегу побоялись побоялись будущего конфликта с нами и что они сделали они просто нашли маленький маленький островок в курильской гряде и вот его заняли то есть не рискнули не рискнули потом в перспективе иметь дело с нами с россией не стали претендовать на наши берега не в охотском море не в татарском проливе а вот нейтральный маленький островок а курилок заняли и все боятся кстати насколько была неожиданной вообще нападение англо-французской эскадры на декастре об этом вообще известь известие вообще доходило до казаков декастре что готовится на них нападение или нет был уже октябрь уже поздний октябрь и хороший вопрос ждали мы их уже или не ждали возможно если бы мы действительно их ждали то мы бы хороший гарнизон бы там сформировали и хорошей численностью но уже навигация на этом не данный газ уже закрывалась коротко на это и был расчет англо-французов то что если петропавловская эскадра где-то прячется где они не знают то по любому на зимовку они все вернутся в залив декастре потому что лучше бухты татарском проливе где грандиозные скальные бастионы не найти и они послали в октябре отряд из трех фрегатов посмотреть вернулась ли откуда-то залив декастре наша камчатская эскадра или нет заходят три фрегаты видит эскадр нет нашей ну и видит наш александровский пост видит дымок идет казаки около костров сидят ну что думают надо брать наверное пленного казака чтобы он под пытками сказал где же все таки та самая легендарная камчатская эскадра которая ускользнула и мы не можем ее уже найти вот и скорее всего с этой целью не начали высадку десанта на чтобы взять пленного и получить информацию но казаки не растерялись засаду организовали представьте ваше ружье стреляет всего лишь на 200 метров полноценно и если в интернете информацию про это ружье кремневое которое было в распоряжении наших казаков посмотрим то вероятность попасть из такого ружья даже на расстоянии 200 метров составляет 10 процентов представляете а на то время уже у вашего противника у англичан и у французов ружья были нарезные и пуля летела четко и далеко и дальность составляла ну по разным источникам до километра вот в чем героизм нашего казака то что он не побоялся встать на защиту поста александровского против противника которого поддерживает мощнейшая артиллерия с фрегатов и которых который вооружен ружьем и может тебя убить с километра ты даже ничего сделать не можешь вот они не побоялись вот хитро поступили вот молодцы подождали когда англичане высадится и дали залп уже чтоб наверняка чтобы уже сблизи что по итогу обороны де кастре случилось куда делся англо-французский фрегат как всегда в истории россии нас спасли плохие погодные условия конец октября заливе де кастре начались ветра знаменитый ваш ветер северо-западный и самое главное мокрый снег а что такое деревянный фрегат это же снег катастрофически быстро начинает налипать и ты его не стичешь нельзя чистить мокрый снег налипающий на деревянный фрегат так быстро как у с металлического судна вот это очень опасно для поросного судна и они приняли решение ретироваться ретироваться в конце октября ушли я уже говорила что для обывателей вообще участие хабаровского края в крымской войне уже удивительно да слово-словосочетание да крымская война хабаровский край как-то не сочетается а жители допустим поселка де кастре что-нибудь слышали об этом время экспедиции в школе де кастре мы организовали серию встреч со школьниками мне понравилось их живой интерес к истории и родного края и самое главное родного поселка я так завидовал школьникам поселка де кастре потому что мы находимся в классе а в окно посмотришь красивейший огромнейший залив вот эти острова посреди залива маяк который блестит на мысе клостер камп и такие названия такая мощная история здесь был лаперус и открыл лаперус этот залив и мысы это назвал это красиво по-французски вот тут прямо я по-хорошему завидовал завидовал детям которые здесь растут но там эти сведения преподают до в школе конечно все держится на инициативе самих учителей истории то что учителя история не с энтузиазмом сами увлекаются историей от родного поселка де кастре и с энтузиазмом интересные факты во время своих уроков конечно до учеников доводит что по поводу технической составляющей этой экспедиции у вас был сабборд плюс вы еще кажется взяли какой-то новый девайс расскажите о нем основное транспортное средство экспедиции был сабборд но не хочется также стоять на месте раз в россии появился новый спортивный аксессуар который называется надувное крыло wing то я решил его также проводит своей экспедиции смысл какой ты стоишь на сабборде но уже не гребешь веслом а если ветер попутный ты быстренько маленьким насосом ручным надуваешь такое вот большое 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 крыло там от ребра жесткости баллоны ты их надуваешь и все у тебя в руке считай парус площадью 5 4 квадратных метра и ты ловишь попутный ветер и прям едешь рассекаешь воды залива едешь от прям на этот остров базальтовый вот я стоял на сабборде и вот с этим вот красивым куполом таким красным надувным крылом я мчался на остров базальтовый интересный опыт новый опыт в экспедиции не стоит остановиться на месте надо же двигаться дальше со временем то есть будете его применять дальнейших экспедициях наверное нет если ты один то ты должен максимально минимизировать всевозможные риски любое падение на сабборде даже в воду это риск время падения ты можешь удариться сабборд он же жесткий не надувной вот любой удар это травма а травма это значит ты можешь потерять способность грести вот когда ты стоишь на доске и гребешь веслом ты более-менее ситуацию контролируешь но когда ты стоишь на доске и держишь в руке вот надувное крыло и несешься по заливу на попутном ветре тут здесь ситуацию контролируешь очень слабо потому что может быть порыв ветра и тебя может просто скинуть сабборда и ты можешь упасть неаккуратно удариться также можешь головой удариться поэтому проанализировав все риски я отказался дальнейшего применения в экспедициях этого девайса риск риск получить травму высокий а что эту экспедицию еще отличало кроме нового девайса я специально хотел пойти в октябре во первых понять как холодно было англичанам на их фрегатах и действительно далеко ходить не надо в середине месяца обрушился снежный циклон и выпало примерно 20-30 сантиметров мокрого снега и резко похолодало поэтому я очень хорошо понял англичан тогда когда они ретировались залива де кастре на парусных судах потому что ну не было возможности нормально функционировать на судах они не могли сойти на берег чтобы нарубить дров казаки бы этому сразу воспрепятствовали так как очень похолодало то нужно было или уходить в теплые края ближе к японии либо нарубить дрова нарубить дрова ты не можешь казаки не дадут поэтому что делать надо уходить туда к японии ближе в другом месте нарубить дров не представляется возможным потому что везде по татарскому берегу скальные бастионы неприступные а со стороны сахалина обширные мели вот поэтому они приняли решение уйти к японии да и еще один момент почему именно в октябре пошел потому что и по книге неверского события в де кастре развивались именно в октябре 1855 года и еще каждая экспедиция твоя это как тренировка перед более серьезной экспедиции в будущем поэтому я как раз в октябре хотел протестировать свое снаряжение готова ли она к будущим экспедициям в охотское море да где вода будет холоднее и погодные условия будут жёстче будет холоднее поэтому экспедиция в заливе де кастре сейчас в октябре это была своеобразная тренировка перед будущими проектами по следам адмирала неверского в охотское море наши ожидания оправдались работая серьезными партнерами ты имеешь доступ к самому лучшему снаряжению как в россии так и в мире и и поэтому я специально в эту экспедицию взял его в ассортименте чтобы именно отобрать тот комплект термобелья тот спальный мешок который как раз вот в этих условиях лучше всего работает да если говорить с этой точки зрения то да я протестировал и принял решение что брать с собой будущее экспедиции в охотское море но грузоподъемность то небольшая саборда вам не мешал этот ассортимент меня спасает мой маленький вес и поэтому я могу на саборде взять больше снаряжения прошлое вашей экспедиции вы находили интересные артефакты на островах в этот раз что-нибудь подобное нашли разглядываем карту нивельского залив декастрия он четко нанес расположение поселений коренного населения которые были во время лаперузы и в его время времени русского девятнадцатом веке и я решил обследовать одну из кос во внутренней бухте самон заливе декастрия где как раз одно из таких вот летних поселений коренного населения мангунов и располагалась и я вышел во время сильного отлива и нашел фрагменты так называемый отчипы кремния найти их было легко на общем черном фоли гальки из вулканических пород из базальта красивые желтовато красные кусочки кремния было найти очень легко но они говорят о том что здесь кто-то когда-то очень давно тысячи лет назад именно в этом месте работал с кремнием а именно делал наконечники для копии для стрел делал различные каменные оружия и как доказательства я нашел фрагмент наконечника стрелы с явными следами ручной обработки из кремния встал вопрос где не убрали кругом только вулканы пока базальт и тут я нахожу кусочек каменного дерева который целиком состоит как раз из того самого кремния и и опала и в нем видно как раз вот такие вот годовалые кольца как на деревьях это явный признак того то что древние люди знали то что рядом есть мыс нитуси к югу адекастрия где сейчас находится знаменитый сизиманский каменный лес то есть каменные стволы окаменевшие полностью стволы из замеченные кремнием и опалом бывает и красивым опалом они это знали значит и вот фрагменты из этих стволов они использовали как материал для того чтобы делать наконечники и различные орудия а то что они жили на этой косе на внутренней бухте это также говорит о том то что древние люди они держались как раз у таких больших закрытых бухт потому что это всегда во время отлива моллюски большие лежбища нерп морских котиков пожалуйста добывай а ловить рыбу во внутренней бухте которые переходят потом в устье реки да вообще одно удовольствие сушить ее тут же вялить долина реки тут постоянно сквозняк постоянно ветер пожалуйста делай и уколу в любом количестве суши вот и этот ветер также будет мошку отгонять вот поэтому коса на бухте сам он а в заливе де кастре можно сказать то что тысячелетиями это было место пригодное для жизнедеятельности и вот эти вот отчипы из кремния который нашел они это доказывают обращаясь еще раз к теме артефактов вы нашли ядро как вы с ним поступили ядро я торжественно передал своему генеральному партнеру международный аэропорт хабаровск имени геннадия ивановича невескова и это ядро пополнит экспозицию артефактов 19 века которые расположены на третьем этаже в аэропорту в зоне общего доступа там где как раз расположена выставка о невельском и каждый желающий может как раз прийти в аэропорт подняться на третий этаж зона общего доступа и увидеть как раз артефакты эпохи 19 века всего транспортировка не было проблем стал вопрос как перевести ядро с острова обратно к поселку де кастре на соборде я не рискнул его вести потому что 24 килограмма закрепить уже нагруженном соборде так чтобы собор не перевернулся это та еще задача и я обратился за поддержку главе сергей валентиновичу гергиевскому мне помогли и потом уже на надувной лодке вот полноценной это ядро благополучной вот перевез в поселок перестория будет рядом со всеми до до поедет в аэропорт хобаровск что по поводу планов на будущее куда отправитесь следующий раз геннадий иванович невельской не превращал свои исследования не зимой и летом а впереди у нас зима то я также планирую феврале зимнюю экспедицию по следам геннадий иванович невельского на сахалин о деталях уже в следующий раз ясно спасибо максим за содержательную беседу а с вами дорогие подписчики канала dvk медиа мы прощаемся встретимся в этой студии после очередной экспедиции по следам адмирала невельского максима харченко